Слушайте меня, слушайте меня. Я наблюдаю и переписываюсь. Им лень 50 километров проехать. Не всем, конечно, но большинство хотят, чтобы как-то само всё крутилось. Да, большинство людей, как мальчиков, так и девочек, надеются, что вот эта вся производственная структура, встреча на кофе, встретиться, влюбиться, что оно произойдёт как-то само по себе. Достаточно немногие люди догадываются о том, что, в принципе, отношения, это действительно, как бы банально ни звучало, это работа. И договориться о встрече – это тоже работа. Это надо преодолеть свои страхи, что-то спросить. Надо придумать, где организовать. Это надо взять на себя риск за то, что то место, которое ты предложишь, оно может не понравиться. Помните, у нас была ситуация, как и такая, пару месяцев назад, когда девушка пошла туда, куда захотел мужчина, а мужчине это не понравилось. Да, такие ситуации тоже мое, когда один что-то предлагает, по идее является как приглашающей стороной, а второму это не нравится. Не тот уровень, не та еда, и музыку не ту включили. Вот. Поэтому на самом деле тут ситуация такая, ситуевина такая, что абсолютное большинство, что мальчиков, что девочек, болтаются, как цветок в проруби и не могут сами для себя сформулировать, какие же должны быть следующие шаги в отношениях. Чего я хочу? Я хочу просто попереписываться, я хочу фотками пообмениваться, я хочу созвониться, я хочу встретиться. То есть я чего хочу? Половину из вас спросишь, вы сами не можете сказать, хотите вы, не хотите, уверена я, не уверена, нужно мне это, не нужно. То есть получается такая вот амебная, амебная, как бы сказать, амебная мысль свежая, поэтому каяла получается. Такое амебное настроение, я сама не знаю, что хочу. Вы что думаете, у мальчиков что-то по-другому? Почему? Абсолютное большинство мужчин, что на сайтах знакомств, что в агентствах, где бы вы ни найдете, абсолютное большинство одиноких мужчин, они одни уже какое-то время. Они либо развелись, из-за этого имели расстались, из долгих отношений вышли, и они за это время забыли, что делать надо на стадии знакомств, вот эти флирты, хихиха-ха, по кафе водить, за ручку водить, и придумывать, как ее за попу взять. Они уже забыли, как вот эта начальная фаза работает, потому что они уже были в прочных отношениях, у них уже были свои договоренности. Либо это те мужчины, которые просто одни уже давно, которые просто реально забыли, как работает эта мышца по флирту, по договоренностям, по вести женщину куда-то. Это раз, а в третьих не забываем. Европейские мужчины, они вообще более мебные. Не потому, что они такими родились, а потому что вся эта тема с эмансипацией, с равноправием, с тем, что женщина сама сильна, сколько мужчин жалуются, что они своим дамам колеса поменять не могут, потому что она там бегает и кричит, я что, сама не могу. Сколько мужчин за кофе заплатить не могут, потому что она сама побежит за кофе заплатить. То есть на самом деле сколько мужчин, я бы сказала, запуганных, на немецком языке, они сами про себя так некоторые говорят, что действительно дамы проявляют такую бешеную активность, что мужчинам уже со своим тестостероном вткнуться некуда. Поэтому, да, действительно, есть такая тенденция в европейских странах, что мужчины достаточно часто сидят тоже, как и женщины, в каком-то пассивном ожидании и ждут, как оно случится, что само по себе. Поэтому, в принципе, надо действительно немножко, малеха, брать инициативу в свои руки и говорить, а давай созвонимся, а давай встретимся. То есть получается дать ему понять, что вы тоже в этой игре участвуете, вам тоже хочется с ним увидеться.